Максимально неожиданно начинается этот день в лифте. Сейчас даже еще в 6 утра нет, может, где-то 5.40, и мы поезжаем гулять по безлюдному теплому. Я сейчас максимально сонная, потому что усталость копится. Все-таки мы спим мало. Ходим по 30 тысяч плюс шагов. Иду по дороге, надеюсь, кому-то там какой красавчик со мной идет. Он сначала там ковок, футболку, майку под нее наделал. Говорю, ты чего, там же жара. Вот переоделся. Вчера был день выпускников. Сонные слова так соображают. Аллы паруса, которые здесь называется и очень ярко, пышно отмечается. И вот сейчас 6 утра, и я вижу, что люди не проснулись и идут гулять, что они еще догуливают вот с этого праздника. Потому что вчера улицу перекрывали. Вот я вам на блоге показывала. Мы вот ездили вроде как это посмотреть, но с другой стороны, я понимаю, что мне неинтересны там пьяные танцы на главной улице города. Больше все-таки хотелось в привычное время лезть спать, потом в 5 утра проснуться и вот так пойти лучше гулять. В так все равно пересеклась с кем-то, кто еще тусит. Сейчас просто хотим сделать фотографии в безлюдном Петербурге. Я вам потом прикреплю, чтобы получилось. Вот сейчас мы идем по улице, в которой в первый день мы еще ходили. Созывается Зодчего Россия. Это архитектор Петербурга, который построил почти все вот желтые здания такие. Раньше здесь желтый цвет, раньше символизировал, ну что-то ненормальное, то есть психически больницы желтые были и все такое. А потом просто весь город стал желтый с белыми колоннами. Вот такая архитектура осталась. Потом уже другой архитектор пришел, в других цветах начал работать. Ну вот прикольно. Такая улочка безлюдная. Давайте я вам сейчас немножко расскажу про наши планы на день, чтобы вы не просто вот так смотрели отрывками, а примерно понимали хронологию нашего дня. Сейчас 6 утра, мы идем фотографироваться, пока очень мало людей на улице. Потом мы приходим в отель, завтракаем. После завтрака собираем уже вещи, готовимся к выселению. Нам, по-моему, в 12 или в час надо выселиться. И оставляем вещи в отеле и еще гуляем весь день, потому что у нас обязательно только в 7 вечера. Ну окей, там если даже в 8 с чем-то выезжать, ой, в 6 с чем-то выезжать на платформу, до этого времени у нас в 6 часов, простите. Вот, так что еще погуляем, еще где-то покушаем, еще булок с собой наберем, я уверена, просто на 100%. Вот, так что, в принципе, вот такой план. Приезжаем в 23 с чем-то в Москву. Мой папа нас встретит и поедем домой уже. Дома, наверное, после 12 ночи будем. Сразу спать, понятное дело, ляжем. Видел, тетик, удовольный такой. Вот к какой красоте мы пришли. Это канал Грибоедов. И сзади нас спас на крови. Мы так внутрь него и не попали. Я, правда, раньше была, но на Сибири все-таки нужно сводить, может, сегодня успеем как раз. И смотрите, тут каякинка, это называется? Каякинка еще раз? Или что это? Коворкинг. Коворкинг. Смотрите, там у нас в такс. Теперь буду всегда говорить, говорит, коворкинг. Новое слово выучил? Да. Мой сладкий. Там такса, смотрите, черная. Там зона для коворкинга. Вот, и мы идем дальше, пофоткались, пока безлюдно. Вот, зашли, так что в солнышке теперь не видно. Красота. Нравится тебе здесь? А как впечатление о сегодняшнем утре, что сегодня не безлюдно? Ну, не знаю, такое, как будто произошла синяя революция. Пьяная революция. Ну, синяя. Именно молодежи. Ну да, я пояснила на всякий случай. И, кстати, я помню, у меня на выпускном школе нас максимально досматривали просто. Нас щупали везде, чтобы мы никакую пробирку с алкоголем не принесли. И на улице постоянно спрашивали документы. Мы в строгих группах должны были ходить. А вот сейчас, что здесь происходит? Я такая, вау. Тут вообще, мне кажется, полиции нет, вообще не следят за этим. Питер посвободнее в этом плане. Ну, посвободнее, но... Молодежи дают свободу. Да, ты посмотри, это вся молодежь. Им даже 18-ти нет. Они школу только закончили. Мы пришли на Трые мости. Смотрите, как тут красиво. Тут просто реки сливаются друг с другом, прям тремя мостами. Тоже тут везде тоже на канале. Там дорогу проложили, а канал, видишь, закрыли. Я обратила внимание, что в Петербурге очень мало платных парковок. Вот особенно в центре, где мы постоянно гуляем. Вот сейчас за мной самый первый паркомат, который я увидела за все шесть дней. И знаете что? Мы сейчас вот в центре. Там стоит парковка 100 рублей час. И я такая, о, в Москве 500 тут стоит в центре постоять часок. Как тебе, Наш? Это усадьба среди медицинских. Интересно, сколько шагов мы уже нашагали. Ну, аппетит я точно нашагала. Мы зашли в номер, и посмотрите, сколько мы уже нашагали. При том, что сейчас вот 7.38 утра, и мы два часа гуляли просто вот без остановки пешком. Как вы видели, мы собрали вещи. Ну, Сип тут еле застегнул наш чемодан. Хотя, не знаю, мы из сувениров купили только маленькую монетку, и все. Не знаю, почему обратно сложнее вошло. Кроссовки одну пару, слава богу, мы взяли. Все-таки из-за того, что дождя не было, они стали другую брать, иначе бы еще пол чемодана. Сумка, с которой я поеду. Тут халатик просто я сюда кинула, чтобы в любом случае его забрать, стирать будут, чтобы не мешало нам при сборах. Водички чуть-чуть осталось, это прямо сейчас мы допьем. Стаканчики, с которыми мы на пикник ходили. Сейчас чай в них заварим, потому что у нас еще час до выселения. И будем вместе с чаем кушать сладости, которые мы вчера вечером купили, но вообще не было ни сил, ни желания. Смотрите, вот это ковришко. Не знаю, пробовали вы такое или нет. То есть это не такой популярный десерт. Вообще, раньше он только в церковных лапках продавался. Там, в общем, такой шоколадный бисквит, и между ними джем. Не знаю, какой, но это очень вкусно. А вот это пирожное называется Буше. Это картошка обычная, так что сейчас чай заварим и попьем все вместе. В принципе, вот, все. Кроватку вот так оставляем, провода все забрали. Вроде все забрали. Открыли сейчас окна. И... Ой, получил там маленький, смотрите. И кондиционер включила я, потому что сейчас будем горячий чай пить. И у меня лицо горит из-за того, что мы сгорели, видимо, не загорели. Горит все-таки лицо, поэтому... Сейчас немножко прохлады, и потом пойдем на жару, потому что сегодня в Петербурге 27 градусов, и в Москве плюс 33. Сегодня какая-то аномальная жара. И нам вот сейчас с 12 часов до 7 часов вечера нужно где-то гулять. Ну, понятно, мы там зайдем покушать, может, даже в местные торговые центры зайдем охладиться. Посмотрим, что там. И потом уже домой поедем. Уже все-таки жду поездки домой, несмотря на то, что мне Петербург очень понравился. Что снялось тебе? Мы сейчас поспали часик вместе. Да, что мы поехали куда-то, там, типа, в Сарское село. И там такие же дома с такой же архитектурой красивой. И зашли на экскурсию в какой-то дом. Там вроде обжито было, типа, Ирина говорит, вот здесь ранечко нельзя жили, то все. И я говорю, ну, прикольнее было бы без этих, без занавесей. То есть, ну, если бы... Занавеси? Да. Занавесы. А там, то есть, ну, они висели такие темные, телевизор работал советский. Я думаю, еще кто тут шивет вообще, кто-то еду готовил. А я не помню свои сны. Сейчас один себе разбавлю, где побольше холодного месяца. Нет, тот же зеленый. Мы вчера просто вечером так объелись, эти пирожные куплены, и сразу в холодильник положили. Мне напоминали про вчерашний вечер, я сейчас пирожные зажить я есть не буду. Я объелся вчера. А что ты вчера кушал? Больше всего твою порцию вот этого. Да, затем за мной доедал. Теппи махи или как она там, она огромная. Вот так. Такой кусок курицы, я в жизни такого не отзывал, это пипец. Да, там курица, как пол тарелки огромной. 300 рублей, я думаю, ну, порция маленькая, как будто, ну, нормально, типа. Имейте в виду, большие порции не всегда хорошо. Большие порции, если ты пришел объесться. Но если нормально поесть, ну, лучше, ну, средние, обычные, человеческие порции. Я в Турции тоже от этого страдал. Ты платишь, ну, мало, и думаешь, что, ну, она принесут немного, типа, я чуть-чуть вкушу, еще что-нибудь закажу. И тебе приносит вот такой поднос, и ты думаешь, господи, Иисусе, за что? Просто здесь гораздо дешевле, чем в Москве. То у меня он тоже заказал, думал, ну, будет просто погуще, ну, небольшая порция, принесли в ведро, я думаю, бари, не, 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 не. Не, я, конечно, это меня льстит, но я не любитель именно больших порций, честно говоря. Вот, когда чуть-чуть одно заказал, чуть-чуть другого, и попробовал так. Также и вот Vogue, или как, Bow, Bow, тоже заказал, ну, типа, как-то их фирменный Bow, принесли в ведро, я думаю, господи, ну, я чуть-чуть хотел, как бы, ну, ладно. В 12 часов 10 минут начинается самое пекло, и у нас начинается наша 7-часовая прогулка. Мы чемоданы оставили на первом этаже в отеле, еще вернемся туда, там, заберем чемоданы, в туалетик сходим. Вот, сейчас идем за лимонадами с Носибом вдвоем, возьмем на всех лимонады в то место, где мы вчера кофе пили. Я вам снимала, очень нам там понравилось, и мы с первого дня его заприметили рядом с нашим отелем. Мы сегодня в магазин, на сентябре там что-то уже оплатилось, сейчас покажу вам, что у тебя будет. Одну из этих четырех тарелочек тел. Ну, не знаю, какую, но точнее, это не тарелочка, это просто какая-то штука, которую просто ставишь. Не знаю, для меня это чисто пилисборник. А что вот с этим делать? Это чашки можно сделать? Нет, это просто как тарелочки ставят на этот, но я не знаю, я псих на память маме. Так, да, смотри, как это красиво. А, ну, это глины, наверное. Гипс. Да, гипс легкий. Да. Довольно ли? Ну, потому что маме сувенирую везу. Шарик, сестра, взял уже, маме вот. Это вот мы были, смотрите, в чайный домик называется. Вот он, в летнем саду. Русский музей, там, в самом деле, не музей, это вот мороженое и финиры, и все. Все, вот этот цвет. Очень красиво. Просто раскрашивать не надо. Да. Просто, чтобы она поставила где свои духи, там, еще что-то. Тут можно, знаешь, вот этой сухой краской под бронзу пройтись. Не знаю, я вообще не люблю такие сувениры, потому что понимаю, что... Только надо аккуратно куда-нибудь положить здесь все. Ну, мы в руках повезем, чемодан не положим, оно сломается. Просто, ну, я не люблю такое, потому что для меня это были сборники. Я подальше куда-нибудь в шкаф уберу, и в итоге никогда не достану эту штуку. Вот. Но мама на Сиба как раз такое любит, там, на тумбочку поставить, на полочки всякие. Так что я уверена, что ей понравится, потому что она, по-моему, даже раскрасит этот гипс какой-нибудь специальной краской, там, по бокам, может, целый фильм пройдется, не знаю. Там, как вы заметили, ну, как на Сиб сейчас сказал, не знаю, слышно там было на видео или нет, это как будто мама на Сиба, на Сиб, и его сестра. Получается, там мама и два ребенка. Вот так это выглядит. Что там за мной происходит? Тем временем у нас еще 6 часов до отправления поезда. Ну, если считать дорогу до вокзала и плюс вначале до отеля за чемоданами, то часов 5. Сейчас будем гулять дальше и куда-то пойдем кушать. Мы зашли, доехали до Ронжереи. Вот это купол, внутрь него мы не попадем, потому что там только по экскурсиям, но мы сейчас гуляем по своему ботаническому саду. Мы тоже вот взяли билетик сюда по саду пройтись и в пионную Ронжерею, или как это называется. Кстати, очень много пионов. Просто у каждой станции метро стоит бабушка с огромным таким чемоданом, суперогромным ведром с пионами. Сравните вот эти пионы с теми, которые у нас дома не раскрылись. Какие пионы. А ты за лавандой? Не, а, ну да, вдали. Как тебе здесь? Нраваются, смотри, они все разные. Смотри, вон там, смотри, как белые. Это вообще как-то грандиозно. Где? Раскрытые какие-то белые. А тебе вот такие нравятся, чтобы я знал? Цвет, да, вот такой нравится. А не пахнут? Пахнут? Да, пахнут. Да, правда? Да, вообще смешаешься. Да, приятно. Блин, вот такие классные, да, розово-белые. Кать. Нет, ну, у вас эти красоты здесь. Смотри, как пахнет здесь. По-другому пахнет? Вообще по-другому. Прям засунь туда нос. Да засунь. Ну как? Медом с чем-то. Да-да-да, прям медовый такой. О, мамочка моя. Красота, прям облачка такие. Да, красота, и огромный такие. Красота. Мы, Стаси, вам немножко потерялись от всех. Ходим тут, расскажи впечатления на блог. Отлично, мне нравится здесь. Нравится? Ну, я растения люблю вообще, мам, наверное. Ой, смотри, а тебе же вот нравится, когда дерево так обвивается. Ну да. Как ключом. Ну да, тут классно. Конечно, нужно стоять, все разглядывать, все таблички читать. Но я думаю, мы этого делать не будем. Просто пройдемся быстренько. Что нравится, пофоткаем, понюхаем. Послушаем аромат. Хочешь, позвони маме? Ты бы посоветовал сюда прийти тем, кто едет в Петербург? Ну, я бы посоветовал. Место классное, но это такое место, я знаю, что почти в каждом городе такое есть. И вот ты в такое место попадаешь только, когда ты в какую-то поездку едешь, либо вот с экскурсией. Ну, то есть в той же Москве сколько у нас там ботанических садов, мы ни разу там не были. А тут в поездку сразу прям обязательно. Так что здорово, чтобы сюда попасть. Ну, прям крутые ботанические садов. Крутых? Да. А я даже не знаю, какие у нас. Есть. Ну, это тоже крутой, мне нравится, что-то он огромный. Вот, да. Вот, что-то типа такого в Москве. Типа такого ботанического сада большой. Был, но я так слабо помню, я был, ну, на лет 19-м году. О, это давно, значит, было. На лет 10-м году, да. Я помню, мы гуляли по подданическому саду после 5-то сессии, помнишь? Но там, естественно, вообще ни цветов, ничего. Там только дуб какой-то крутой стоит у нас огромный. И всё. А так это просто парк обычный, не знаю, почему так называется. Ну, я сейчас находил, там есть синёчек классный. Можно присесть по дереву, там на какие-то... Ой, запах, запах. Да, это роза. Розами пахнет? По-моему, да. Чем-то сладеньким, я думаю, интересный. А, сиренью, сирень. А, ну да. Сиреневый запах сладенький. Кому вот интересно, можете почитать. Либо сюда приехать, либо в своём городе сходить. Всё-таки классное место, но, мне кажется, вот на один раз. С мамой, не знаю. Посмотрим сейчас, кому этот памятник. Тут вот указательный, но на самом деле все здания, которые здесь есть, они ужасно, в ужасном состоянии. Они почти разрушены. Про туалеты я вообще молчу. Вот, и непонятно, почему в такое ужасное состояние. Вход тогда платный. Ну, ладно, за растение всё-таки платим. Памятник Петру Первому. Так, идём дальше. Настя фотографирует размер пионов. Сейчас я вам покажу. Вон. Ну, как тебе? Твою голову размером смотри. Стоплайт. Сноуклау. Нежное облачко. Вот, в этом саду представлено очень много красивых растений. Тут есть отдельный тропический павильон. Отдельный водный павильон. Так и называется тропический павильон. Вот, но, увы, мы взяли просто обычный билет. Ну, так как просто пробежаться. Необычный, но с пионами взяли. Ну, да, с пионами. Ну, надо, кстати, тоже посмотреть. И я всем рекомендую. Всем, особенно парням. Потому что, ну, чтобы они знали, какие пионы дарить своим девушкам. Вот, ну, теперь я знаю, мне Аня потихо намекает, что вот эти вот не нравятся. Не, вот эти не нравятся, эти цвели. Зачем на них показать? Да, ну, вообще, это пример. Так что всем рекомендую. Всем любителям и цветов, и всего. Мне кажется, любой, ну, как бы, любой парень должен знать, разбираться в цветах. Я вот раньше не разбирался, пока не встретил Аню и не начал дарить цветы. Просто всем советую, дарите девушкам цветы. Это блаженство. Вот я, на самом деле, сейчас сам начал даже любить цветы и покупать их, чтобы они дома были. Да, на себя нравится, когда они дома стоят, потому что они аромат нам всю квартиру дают. И не только они выглядят прикольно. Это вот, знаете, такой... Многие считают, что вот покупать цветы, это неразумно, нерационально. Они же завянуты, все равно будут в мусорке. Я так не считаю. В этом весь шарм цветов, что они... Вот, как они мне напоминают о жизни, что жизнь так же. Она зарождается, она расцветает, она проходит красиво, и в конце она уйдает. Это просто целый цикл. Поэтому мне это не нравится. Ну да, согласна с тобой. Ты же знаешь, как... Ого, какого размера. Ты смотри, это с рукой Насима вот рядом. Офигеть. Вот, к слову, моя рука. Вау. Знаете, бывает отговорка, когда парни не дарят цветы, вот то, что они из Авиан, то, что Насим сейчас сказала, это то же самое, что не застилать в постель каждое утро, потому что, ну, вечером же снова расстилать. Я не знаю, смысл ее застилать буду. Ну, конечно, конечно. Это так глупо звучит, не знаю. Просто парни, которые не готовы, как бы, тратиться на девушку, я знаю очень много случаев, когда просто полевые цветы срывали, потому что не было возможности купить цветочную. Ну, вот. Знаете, мне кажется, мне кажется, Всевышний придумал цветы именно для этого, для того, чтобы мы дарили красивым девушкам красивые цветы. Понимаете, прекрасным девушкам. Я имею в виду всех девушек, потому что все девушки красивые, прекрасные. А вот, смотри, Зарь, вот мы такие вот, такого же размера, такого же цвета покупали в прошлом году, они раскрылись. Ну, ты права была, вот эти вот, видишь, без слизи, без всего, то есть... Без чертенького. Да, там какая-то слизь на них была, видимо, мама была права, мы спросили вот у Ирины, у мамы Ани, она сказала, что она тоже как-то взяла закрытые пионы, и они у нее не раскрылись. То есть у нее был тоже такой горький опыт, и она сказала, они были какой-то слизи. Вот, у нас так же было, и ее мама сказала, что, возможно, их обрабатывают чем-то, чтобы они дольше, типа, держались, и поэтому вот этот вот химикат, он не дает им полностью раскрыться. Знаешь, что у меня подписчица в комментариях под видео написала, что можно купить охапку пионов вот таких закрытых, некоторые из них откроются, а некоторые закроются. То есть это бывает, когда сезон уже проходит, они как будто по дате уже такие чувствуют, что какая-то дата подступает, все, отцветают, и они даже не раскрываются тогда. Понятно, понятно. Спасибо за такую информацию. Мне это в любом случае полезно, я люблю цветы, природы. А еще пока к комментариям мы пришли, там девочка еще написала, что не согласна с тобой, что нужно себя заставлять в спортзал ходить. Я-то понимаю, что ты имел в виду, но прокомментируй, может, вы тоже люди не поняли, что ты каждый раз себя заставляешь, будто бы, возможно, это так звучало. Он имеет в виду, что просто однажды нужно пересилить себя и не лениться, когда просто ты хочешь там полежать, отдохнуть, вспомнишь, что ты хочешь в зал ходить, и уже там внутри ты получаешь наслаждение, а не заставляешься. Ну, опять же, возможно, реально меня не поняли, потому что я имел в виду, что я, ну, имел в виду себя, что мне нужно себя заставлять. Может быть, есть люди, которые... И мне, ты опять пометочку сделай, ты себя заставляешь, может, выйти в зал, а внутри ты наслаждаешься и уходить не хочешь, у тебя же всегда так. Тебе же нравится прям заниматься, тебе сложно просто заставить себя выйти. Ну, смотрите, если бы я чувствовал себя без зала так же, как я чувствую себя в зале, тогда я бы не ходил в зал. Ну, да, там по-другому он себя ощущает. Ну, я не знаю, как это объяснить, это все равно, что, типа, ну, как бы, если бы у меня были деньги, я бы не работал. Вот так я скажу. А так мне приходится заставлять себя ходить на работу. Ну, я такой человек, есть же разные люди, есть люди, которые, ну, кайфово. Я бы не сказал, что мне, типа, так кайфово в зале, просто я понимаю, что это надо. Вот это я имел в виду. А есть люди, которым, ну, не надо себя и заставлять, и все, они прям иду с большим удовольствием. Я бы не сказал, что я с большим удовольствием иду в зал, но из зала я возвращаюсь в углотворенном. Да, потому что результат все видишь. Вот так я вам опишу свое состояние. Смотрите, дерево срезанное, дуб, наверное. Все, мы уже потерялись. Вообще, вообще, вообще есть разные люди, типа, ну, есть люди, которым нужно себя как-то подталкивать и заставлять. Вот я такой, а есть те, которые, ну, типа, получают удовольствие от всего. Поэтому нужно понимать, что когда я говорю, я имею в виду себя именно лично. Свой опыт, себя и как я в себе живу. Ох, красиво будет. Красиво? Да. Ну да, прикольно. Я понимаю, если я этого не сделаю, то, ну, никто за меня этого не будет делать, и поэтому, ну, как бы, ну, представьте, вот, например, я бы не стал изучать 3D, если, ну, допустим, как-то мистическим образом, я бы все уже знал. Ну, если я все знаю, зачем мне это изучать? Типа, я такой человек, ну, как бы для меня все просто в жизни. Если что-то есть, зачем, как бы, еще что-то дополнительное, типа того. Для всего, ну, есть цель. Это уточка. Уточка? Это не уточка, зайчик. Я не знаю, что это. Может, это чайка так формируется? Ну, визуально на чайку похоже. По-моему, по-моему, это лебедь. Нет, зайчик, она в один чайка. Только почему-то она плавает, как утка. И жара жаренья, я еще в джинсах, у меня нет шор. Повезло тебе, повезло. Ну, блин, знаешь, ноги горят, не ступними. Я бы с удовольствием в сандаликах ходила, в кроксах наших. Ну, идем, можно присесть, где они проветрившие. Как проветрившие ноги? Взялки, да. Надо наших найти, потому что парк вот огромный, как вы видите. Мы сейчас вот идем довольно по краешку, но он очень большой. И внутри нам еще к пиону, кстати. Может, они очень к пиону стоят? Будем нагибать. Купшинки вот ты хотел посмотреть на этом груду. Ну, ладно, минимальный такой. Минимальный кувшин. Да, кувшинки на минималке. Да, потому что в этой оранжерее, куда мы не попадаем, там кувшин стоят 2 метра. Да, около 2-метровых таких. Ну-ка, сейчас пройдем сюда. Надеюсь, тут жучков никаких нет, я очень боюсь. Вот, как тебе? А ты впервые видишь кувшинки? Ну, не впервые, но вот такие, да. Ну, красиво, да? Я в детстве, наверное, последний раз видел в Денче дачи рядом. Мы зашли вот в пионари. Это куда мы, собственно, билеты покупали. Вот смотрите, вот так по одному, по парочке цветочков выставлено. Вот это очень красиво. Прям, в общем, мой рай такой светлый. Все беленькое, с розовеньким. Мне кажется, у нас ему очень понравится, но он очень голодный. А он, когда голодный, он слиться. Я сейчас вам его покажу, он, наверное, недовольный ходит, потому что он кушать хочет. Мы сейчас выйдем, сразу же пойдем в другие стены. Ну, красиво, да? Пахнет, понятно? Вообще, не похоже, мне кажется. Ой, он невкусно пахнет. Он невкусно пахнет. Это пахнет. Вот это как и терпка. Это приятнее, но мало пахнет. О, это странно. О, 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 о. О, 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 о. Паюхай. Прикольно. Чем пахнет? Ну, как будто освежительный. Это ирисы. Прикольно пахнет. Я даже не знаю, как это комментирует. Просто классно. Вот ходите, вы представьте, какой тут аромат стоит, что тут свежие пионы, которые, скорее всего, прямо из этого сада и срезают. Вау. Вот такая каретная, что у нас на даче стоит в курсе. Тут темный такой уголок. Классно, смотрите. Я просто не знаю, я просто хожу, улыбаюсь. Очень красиво. Нравятся цветочки? Ну, не зря, на очереди. Они все разные, реально, все сортовые. Неприятный пахнет. Ой, смотри, своей маме может фотографировать? Нет. Вот он персиковый, смотрите, какой красивый цвет, коралловый даже. Красота. Да, коралл с ассеной, как раз называется. Классный, 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 что по цветовой вот тут расставлю. Смотрите, арка. Я как будто на свадьбу у кого-то хожу или в каком-нибудь магазине, где я выиграю какие цветы у нас на свадьбу. О, он такой мясистый. Нет, он смотри, как будто несколько кустов на одну. Смотри, раз, два, три, четыре. На одну. Прикольно, но вот что-то... Ну, он приятный. Моментом и хорошо пахнет, моментом и плохо. Вот такой красивый цвет, такие пакетики. Смотрите, тут фотозона такая. Радная зона. Он самый очень хороший. Ну, а, дышка. Тут прикольно. Смотрите, вот эти у нас точно так же не раскрылись дома. Сейчас точно такое же спрятано. Ну, это вот все пионы, которые в Петербурге растут. Сотрясними привозные, ничего. А, Катя, что за зал? Горшичный, прости, ничего сносим тут потеряет. Он очень любит это. Горшичный пион, значит, можно купить. И книги про них. Половина шестого вечера. Мы вернулись в отель. Забрать чемоданчики. Пойдем в булочную. Наберем сладенького домой. Кофе еще попьем. Наберем. Один. Замызаем за сразу. Субтитры создавал DimaTorzok